Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Афир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. На курорте ожидается похолодание и снег. Городские службы готовы к переменам погоды. Хоккейный клуб Анапа достойно завершил сезон 2015. Общегородское планерное совещание прошло в администрации курорта. На предстоящие праздники расписано дежурство всех служб. Особое внимание глава Анапы Сергей Сергеев поручил уделить работе коммунальных предприятий и объектов жизнеобеспечения города-курорта. В связи с прогнозируемым похолоданием и осадками должна быть готова спецтехника и запас аварийных материалов. Планерное совещание начали с награждения. За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу объявлена благодарность министра культуры Краснодарского края Ирине Базель, руководителю ансамбля казачьей песни «Соловейка» и Ивану Иванову, главному режиссеру городского театра. Заместитель главы Анапы Олег Костенко сообщил о кадровых изменениях в администрации. 25 декабря на должность начальника управления имущественных отношений администрации муниципального образования города-курорт Анапы назначена запулицкая Адерина Алексеевна. 28 декабря на должность главы СССР назначен Муханин Сергей Алексеевич. Подготовке к предстоящим праздникам сейчас посвящена большая часть работы. И речь не столько о торжествах, сколько о готовности коммунальных служб к возможным изменениям погоды. С сегодняшнего дня на Кубани ожидается похолодание и осадки. Глава поручил начальнику управления ЖКХ проверить готовность спецтехники к уборке снега. В первую очередь должны убраться проезжая часть, там где у нас общественный транспорт двигается, маршруты общественного транспорта. Дальше должны быть почищены подходы и подъезды к социальному объекту. И в то же время торговые точки, там еще заставляйте, побуждайте, чтобы они сами приводили в порядок. Во всеоружии должны быть и медицинские работники. С выпадением снега, обледенением дорог и тротуаров увеличится риск получения людьми травм. Медпомощь анопчанам должны оказывать своевременно. Внимание у абонентов природного газа. Нарушение правил безопасной эксплуатации бытовых приборов может привести к отравлению угарным газом, взрыву и пожару. Будьте внимательны и осторожны при пользовании газом в праздничные дни. Не допускайте к приборам детей, не пользуйтесь неисправными газовыми приборами, не оставляйте без присмотра работающее оборудование. При запахе газа звоните по телефону 04 или 040 сотового телефона. И к другим темам. Руководство атаманского отдела Кубанского казачьего войска на итоговом совете атаманов, который прошел сегодня в Анапе, подытожили результаты годовой работы и наметили перспективы и планы на будущий год. Анапа принимает совет атаманов Таманского отдела. Анапское районное казачье общество – одно из самых многочисленных в отделе – более двух тысяч казаков. На сегодняшний день задачи перед казачеством ставятся серьезные. Это и природоохранные мероприятия, дружины по охране правопорядка, внимательное отношение к неблагополучным семьям и патриотическое воспитание молодежи. На совете атаманов присутствовал глава города-курорта Сергей Сергеев. В своем выступлении он подчеркнул готовность и дальше всесторонне поддерживать казачье движение на курорте. При различных испытаниях, которые периодически преследуют нас, сегодня мы находимся не совсем в уютной ситуации. Мы всегда обращаемся, в том числе, а иногда и в первую очередь, к казачьему. Все мы знаем, какую роль мы сыграли в таких значимых для странных событиях, как Олимпийские игры, охрана общественного порядка, принятие референдума о независимости Крыма, ухождении его в состав, возвращении его в состав Российской Федерации. Наиболее значимое событие этого года – это участие в коробке «Параде Победы» на Красной Тущине. Это великая честь и признание со стороны государства ваших заслуг, и у нас заслуг, банского казачьего общества, казачьего войска. Анапскому казачеству есть чем гордиться. Второй год подряд Анапское РКО занимает первое место в крае по результатам месячника военно-патриотического воспитания молодежи. Сильная дружина, выдающиеся спортсмены, два мастера спорта по армейскому рукопашному бою, участие в призывной кампании. На курорте создан 31 казачий класс. На будущий год уже намечены серьезные планы. В перспективе задач на 16-й год самое главное – это планируем создать не менее 50 казачьих классов на базе школы номер 18. Эту школу мы хотим все-таки с помощью администрации сделать казачьим. Расширить количество проводивших спортивных мероприятий с учетом казачьих младших классов. У нас как бы спортики – это всегда для взрослых, для более старших классов. Сейчас добавим два вида спорта, чтобы малыши наши занимались тоже спортом. За содействие казачьему движению глава курорта Сергей Сергеев был награжден почетной грамотой, медалью и памятной книгой «Крым. Путь домой» из рук автора. Благодарностями были отмечены также наиболее успешные районные казачьи общества отдела. «Мы провели мероприятие в этом месяце, подняли казаков районов по тревоге. Я об этом чуть ниже скажу. Это тоже надо было провести обязательном порядке. Мы должны показать, что мы сегодня есть. И лучше необходимо здесь. А кто поднимется? Вот поэтому я, может, и поднимал районы. И Анапский район, и все другие. И показали, что мы способны по первому слову подняться». В уходящем году Таманский отдел сохранил свои позиции и выгодно отличается от других отделов войска. В будущем году атаманы запланировали в разы улучшить результаты по всем показателям. По итогам года в ежегодном конкурсе «Профессионализм. Достоинство. Честь» в номинации «За вклад в создание привлекательного имиджа курорта» победителем стала Наталья Ващенко, экскурсовод туристической фирмы «Любава». Великолепное ораторское искусство Натальи стало уже брендом нашего курорта. «С ней необычайно интересно в любой поездке. Чувствуешь себя в месте, где, казалось, бывал уже сто раз, инопланетянином. Если она ведет группу по городу, через пять минут на магнетизм ее оптимистичного голоса собираются сторонние наблюдатели и из числа отдыхающих и анапчане». «Но самое главное, что мы в исторической части города находимся, а значит, рядом с нами раскоп древнегреческого города Горгиппия. Рядом с нами находится храм, построенный на месте турецкой мечети, храм святого Ануфрия Великого». В конце экскурсии Наталью Ивановну искренне благодарят, дарят сувениры, рекомендуют друзьям. Бывают в ее группах и ученые, и деканы российских вузов. Так однажды одна из профессоров подсказала ей не билеты продавать на экскурсии, а самой водить группы по любимому городу. Отец нашей героини Иван Якифорович Хохлов, ветеран, прошедший всю Великую Отечественную, защитник Сталинграда в Крыльевическом музее, с удовольствием подрабатывал экскурсоводом. На работу брал и пятилетнюю дочь. Однажды, когда сразу несколько групп моряков Института береговой охраны мерзли на морозе в очереди в музей, кто-то на полном серьезе предложил Наташе провести группу. Девчонка уже давно вызабрила экскурсию наизусть. В тот день моряки не скрывали слез, когда девчонка очень трогательно и образно рассказала о гибели Дмитрия Калинина. Наталья Ивановна Ващенко окончила филиал Сочинского университета, в котором именно в год ее поступления начали учить экскурсоводов. В своем деле она очень быстро стала знаменитой и любимой. В этом году ее маршруты в Неберджай и на Шапсугу признаны самыми интересными и со всего края приезжали профессионалы поучаствовать в ее семинаре. За свою многовековую историю турецкая крепость Анапа действительно смогла пережить несколько походов, но последний, шестой, состоялся как раз в 1828 году. Глубочайшие знания, постоянное самообразование и огромная любовь к городу, уникальная память, великолепное ораторское искусство уже давно сделали ее не только непревзойденным экскурсоводом, но и своеобразным брендом города-курорта. И в продолжение темы управления по санаторно-курортному комплексу и туризму совместно с Ассоциацией туристско-экскурсионной фирмы Анапы организовали совместную акцию «Я люблю свой город». С 3 по 6 января 2016 года 15 туристических фирм города Анапы проведут бесплатные экскурсии по курорту. От каждой турфирмы будет выделен экскурсовод, который проведет бесплатную пешеходную прогулку по нашему городу. Тематику и маршрут каждый из них гиды разработают индивидуально, поэтому все экскурсии будут разноплановыми и уникальными. Продолжительность маршрута составит примерно полтора часа. За это время участники прогулки познакомятся с историей Анапы и ее основными достопримечательностями. И окунуться в мир легенд и загадок древней Горгипии. Пройдутся по тихим улочкам, наслаждаясь атмосферой родного города. Дата и время экскурсий 3, 4, 5, 6 января в 11 и 12 часов. Место встречи – театральная площадь у новогодней елки. И к новостям спорта. Анапские хоккеисты достойно завершили сезон. В рамках турнира Краснодарского края чемпионат любительских хоккейных команд 2015 на льду встретились хоккейный клуб «Анапа» и молодая образованная всего месяц назад сборная «Айсберг» из Краснодара. В первом периоде «Анапа» взяла инициативу на себя. Хоккеисты разнесли противника из Краснодара со счетом 4-0. При этом «Айсберг» не потерял надежду на победу и во втором периоде забросил две шайбы в ворота соперника. Завершающая часть матча напомнила спортсменам «Анапы», что расслабляться не стоит. Наша задача не дать сопернику развернуть атаку в нашей зоне, погасить его в скорости. Они ребята более молодые, более верткие, более быстрые. Поэтому мы должны против них найти какое-то противоядие. Что, собственно, наверное, у нас и получается сейчас. В течение всего периода борьба шла у ворот нашей команды. Тем не менее, финальный счет игры оказался 9-4 в пользу «Анапчан». Игра на самом деле очень прошла неожиданно для нас. Команда оказалась очень зубастой, как это показала игра. Не скрою, изначально были, скажем, насчет этой команды разные мнения у нас внутри в коллективе. Кто-то сказал, что это молодая команда, никаких сложностей с ней не будет. И поэтому, может быть, вы если заметили, то игра сложилась не очень здорово, скажем так, какой-то период для нас. Они начали огрызаться, и огрызаться достаточно здорово. Сильная борьба была навязана во втором периоде. Наши игроки очень часто начали удаляться. Я хочу сказать, у этой команды, хотя она и новая в нашем чемпионате, она буквально заявилась месяц назад, у нее большое будущее, мне кажется. Молодцы ребята, так держать, молодцы. Дата проведения рождественских турниров открытого чемпионата края среди любительских команд станет известна уже в первых числах января. Продолжая новогоднюю рубрику, «Анапчане» поздравляют земляков и гостей курорта с наступающим Новым годом. Поддерживаем праздничное настроение. Дорогие «Анапчане», в преддверии Нового года хотелось бы пожелать вам здоровья, счастья, успехов, доброты в каждой вашей семье. Со своей стороны, также хотелось бы пожелать вам в будущем году безопасности дорожного движения, соблюдения правил дорожного движения, перехода проезжей части дороги, в основном для этого месте. С наступающим вас Новым 2016 годом! А завершит выпуск прогноз погоды. В среду 30 декабря в Анапе пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха днем – минус 1-2 градуса, ночью – до минус 4. Ветер северо-восточный – 10 метров в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 7 градусов. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Спешите только до 31 декабря 2015 года. «Меркурий-2» проводит акцию «Снежная». Квартиры с видом на море со снежной – скидкой 1000 рублей с квадратного метра. В «Снежной акции» участвуют квартиры с 9 этажа и выше. Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова